Научиться искусству плетения маскировочных сетей и внести свой вклад в помощь фронту решили жители Наукограда самых разных возрастов. Кто-то пришел всей семьей, другие с одноклассниками. Среди участников – активисты движения «Волонтеры Победы», в числе которых депутат Обнинского городского собрания Анатолий Шатухин, а также члены партии «Единая Россия» во главе с исполнительным секретарем местного отделения Любовью Постниковой. Много школьников, они плетут сети и в своих образовательных учреждениях. Мы хотели посмотреть, как мы это все будем плести. Нам стало интересно. Мы еще хотим помощь военным. Нам очень понравилось сейчас плести это все. Сейчас очень много дронов. То есть даже вот условно БМП, если не накрыть, дроны все взрывают. Вот от дронов все. А от такого оружия, например, что от каких-то гранатометов, они по ним не стреляют. Основное, от чего они защищают – это дроны. Техника создания маскировочного полотна достаточно проста. В обычную сеть сначала вплетаются белые ленты из спонбонда. Этот материал имеет высокую прочность на разрыв, малый вес, не впитывает влагу во время дождя, а значит, изделие в процессе использования не будет утяжеляться. К белой основе затем привязывают паучков и крабиков, пучки из узких ленточек грязно-зеленого и коричневого цветов, имитирующие пожухлую траву. Каждый сезон свой цвет. Мы с музеем сотрудничаем уже давно. Вот сейчас здесь вы видите выставку, называется «Щит Родины». Она посвящена 80-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских оккупантов. И, собственно говоря, в этой экспозиции уже присутствует наша сеть. Вот это вот сверху, которая висит. Это сеть, сделанная в нашей народной мастерской участниками нашего движения. Научный сотрудник музея Марина Беляева провела для собравшихся экскурсию, рассказав о событиях Великой Отечественной войны и о наших земляках-современниках-героях специальной военной операции. Акция «И в узелки мы вкладываем души» несет в себе очень добрый мощный посыл – моральная поддержка военнослужащих. В первую очередь здоровье, во вторую – силы, и чтобы все вернулись живы и здоровы. Это главное. Чтобы все вернулись вообще. Бойцам, конечно, скорейшей победы и возвращения домой. Без потери. Да, и без троли, конечно. Но самое главное, я считаю, это в поддержке фронта. И не только в материальной, но и в эмоциональной. Бойцы знают, знают. Мы с ними же общаемся. Мы им говорим, что мы плетем сети. У нас участвуют в этом дети, ну там практически, я не знаю, с какого возраста, с пяти лет. Не только сети. Дети у нас письма пишут, рисунки делают, подарки готовят на все праздники солдатам. То есть все это солдаты знают. Они понимают, что мы с ними вместе, что они там не брошены, что они не в одиночку противостоят врагу, находятся в тяжелой такой ситуации, в серьезной, с риском погибнуть, получить ранения. Они понимают, что мы с ними. Вот это я считаю самое важное. Потому что когда они знают, ну это совсем другая мотивация. Тут, когда солдат себя другими словами ощущает именно защитником Отечества, ну такой солдат просто всесилен. Он может все. Соответственно, мы стараемся вот это поддерживать и обеспечивать эту связь тыла и фронта. Как сообщили организаторы акции, плетение защитных сетей в Музее истории Обнинска будет продолжаться до 3 декабря. Все желающие могут присоединиться к движению добровольцев и своим участием поддержать тех, кто в эти дни выполняет свой ратный долг в зоне СВО.